После первого года пандемии стало ясно, что из-за вируса люди стали гораздо больше использовать одноразовую посуду и контейнеры для пищи. Это вполне объяснимо, ведь были периоды, когда еда продавалась только или преимущественно на вынос. Казалось, что и в других составляющих рационального экологичного поведения, как сортировка мусора, утилизация опасных отходов и техники, сдача тары, мы тоже откатимся на годы назад. К счастью, эти прогнозы не сбылись. За первый год пандемии действительно наблюдался незначительный спад, но прошлый год стал рекордным. 293 миллиона одноразовой упаковки, в том числе и залоговой тары, было сдано жителями нашей страны для дальнейшей переработки или утилизации. Из-за ситуации с пандемией у нас многие на природу выезжали, и я думаю, что здесь это причина из-за того, что удобство, плюс еще, конечно, это боязнь получить какую-нибудь, может быть, бактерию. И вот эта одноразовая упаковка, одноразовые бутылки очень стали популярны последние два года. Еще прошлым летом специалисты отметили, что жаркая погода июня и выход из всех ограничений дали сильный скачок обороту одноразовой тары. Экономика оживилась. В этом смысле важно не только наше с вами ответственное поведение, когда практически в каждом доме есть специальные пакеты для тары, которые раз в месяц вывозятся на пункт приема. С достоинством справился с дополнительной нагрузкой и персонал магазинов, где расположены пункты приемки. Во многих из них наблюдались и сейчас частенько встречаются очереди. Как ни крути, залог, когда, покупая напиток, мы переплачиваем 10 центов, чтобы потом при сдаче тары их вернуть, сделал свое дело. Как же быть с другим мусором, таким, как, скажем, крупная упаковка от холодильников или телевизоров, или, к примеру, бутылки от вина или крепкого алкоголя, которые по-прежнему пока что часто выкидывают в общий контейнер с мусором. В минувшем году Министерство окружающей среды уже сделало шаг навстречу. Теперь слово за производителями. Раньше можно было только слабоалкогольные напитки и, например, безалкогольные напитки, то теперь можно и, например, бутылки из-под водки даже, так скажем, как есть, и другую тару тоже вовлекать в эту систему. Конечно, это сразу вызовет довольно большую нагрузку на систему. Надеемся, что все-таки получится. Тут тестировали даже этот картон, который, этот тропак, например. Речь об упаковках, в которых продается кефир, йогурт и соки. Если можно будет сдавать и такую упаковку, то это уменьшит объемы выбрасываемого в общие контейнеры мусора. Не будем забывать, что идет пилотный проект по вторичному использованию тары для еды, который должен хоть на чуть-чуть, уменьшить количество пластика в Таллине. В цене специальной многоразовой упаковки здесь большая часть – это депозит, который возвращается на счет клиента бесконтактным платежом при возврате коробки в автомат. Илья Бань, Роман Васильев, Новости Таллина.